МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посетители стесняются заходить в новую туалет и Дома культуры. Как долго терпеть придется? Обстрелы на Донбассе не утихают. Сегодня по состоянию на 6 вечера боевики открывали огонь уже 6 раз. Били из гранатометов и пулеметов крупного калибра. Украинским военным приходилось отвечать на провокации. С передовой материал Игоря Левенка. Русские уехали, а эти теперь сидят ниже воды, ниже травы. Ничего не делают. Окраина Авдеевки, недалеко от Ясиноватской развязки. Это передовая, где почти каждый метр земли залит кровью украинских солдат. Бойцы говорят, сейчас здесь тишь да гладь. По сравнению с тем, что было еще полтора месяца назад. Время от времени постреливают вражеские снайперы, но к этому уже привыкли. Ребята на посту были, пролетело 2 или 3 раза. Ну, одиночными снайперски и по позиции. Так что работают крупнокалиберные пулеметы, стрелковые. У нас просто дистанции такие, что достаточно и автомат Калашникова. О войне и диспозициях сторон нам рассказывает Александр. 30 лет. Он офицер из Краматорска в армии с начала боевых действий. У меня история стандартная простого человека, простого мужчину, у которого были свои цели, свое будущее, то есть, которые даже, можно сказать, не связаны с войной. Но 2014 год просто все перечеркнул. История Александра, может, и стандартная, но не совсем. Он магистр политологии и философии, а еще закончил Академию Госуправления при президенте Украины. Но сейчас в форме и с автоматом, на передовой, в подчинении рота солдат. Мне нужно уже защищать кандидатскую, сдавать планы. А я просто посмотрел, но мне стало скучно. Вот реально скучно. Потому что для воевавших, для воевавших мужчин война никогда не заканчивается. И я даже для себя такую формулу выработал, что я политика, когда я по мобилизации пошел на войну, я политикой занимался больше, чем на кафедре политологии. Война непременно закончится нашей победой. Александр в этом уверен. Анализирует как политолог и как военный. Нужен момент и армия из опытных бойцов, которая у нас уже есть. Если в какой-то период, если политическая ситуация сложится в нашу сторону, а может и нам придется выдавливать противника и забирать свои территории, это будет говорить об активной фазе войны, то многие вернутся. Из Донецкой области Игорь Левенок, Дмитрий Раскольников, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. После Донбасса в Центральную Африку украинские военные в составе миротворческой миссии ООН ведут борьбу с боевиками в Демократической Республике Конго. Наши бойцы несут службу на востоке этой африканской страны. С ними пообщался и Геннадий Вивденко. Украина уже восьмой год принимает участие в миротворческой операции в Республике Конго. Главная база наших военных находится в городе Гама на востоке страны. Основное вооружение это боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8. Время от времени здесь происходят бои между правительственными войсками и контингентом ООН с одной стороны и вооруженными сепаратистскими группировками. Буквально вчера стреляли в этом районе в зоне ответственности украинских миротворцев. Обострение боевых действий украинские военные связывают с приближением президентских выборов в стране. За последние месяцы нашим вертолетчикам пришлось восемь раз открывать огонь по боевикам, пытавшимся атаковать базой ООН. Нещодавно, якщо ми знаємо, був напад на місцеве населення, мирне населення групи. Однією з груп загинуло 18 чоловік. Вчора теж відбувався бій в данному місті, в місті Бені. Піхотні війська відбили цей даний напад. Всі пілоти, які в нас тут є, вони всі приймали участь в операції на сході України. Відповідно, якщо поступає команда від командовання місії ООН, українські гвинтокрили чи Мі-24, чи Мі-8 відразу виконують поставлення їм завдання. Ісходячи з того, що тут дуже погано, дорожна розв'язка і к некоторим населенним пунктам невозможно дібратися з земним транспортом, наше пребування і здесь є приоритетним для виконання всіх задач і сел. В місті Гома, самому крупному на востокі Конго, українським миротворцам вместе з колегами із ще двох десятків країн, удається держати ситуацію під контролем. Містні життя уважають наших бойців, які навіть виучили український язык. Украінський добре, прийшов місці помагати, коли український тут, український буде там, і все, діло закінчено, і буде порядок. В целом на востокі Конго в місії ООН участвують 250 українських военних. Це вже восьмая ротация. Почти все наші имеють опыт боєвих действий на востокі України. Геннадий Вивденко, Владимир Фетєв, Сергій Дубинин. Подробності телеканал «Интер» із Демократичній республіки Конго. В эти выходные годовщина начала расстрела в Бабьем Яре. В годы оккупации Києва нацисты уничтожили здесь десятки тысяч евреев. Человека, который первым заговорила о трагедії, зовут Эммануил Диамант. Он сейчас живет в Израиле. С ним встретился наш корреспондент Сергей Услендер. Ему повезло. Пятилетний Алик Диамант из уже практически окруженого фашистами Києва вырвался в эвакуацию с матерью. Иначе его ждала бы судьба тысяч киевских евреев, уничтоженных в Бабьем Яру. Об этом месте он узнал намного позже, когда уже молодым человеком переехал жить в столицу Советской Украины. С 1948 года память о страшной трагедии советские власти старательно стирали и в прямом, и в переносном смысле. На месте расстрелов устроили мусорную свалку, которую позже решили просто засыпать. Совершенно случайно в марте 1961 года с весенними дождями, паводками и все прочее перевлажнилась масса, которая замыла Бабий Яр. И лавина обрушилась на нижнюю часть города, на Куреневку. И Бабий Яр всплыл в сознании. Бабий Яра уже не было в сознании человечества. Бабий Яр всплыл в сознании. После этого появились стихи Евтушенко, Бабий Яр, писателя Кузнецова. И Эммануил стал, что называется, изучать вопрос. Он взял фотоаппарат и начал снимать. Эти снимки стали знаменитыми. Потом решил, что память нужно хранить не только на фото. И вместе с единомышленниками организовал своеобразный митинг. 24 сентября 1966 года. Первая публичная акция памяти жертв Бабьего Яра. Никаких требований и лозунгов. И всего один транспарант. На транспаранте было Бабий Яр по-русски и еврейскими буквами. Это на языше и на иврите это одинаково. Сверху было написано на иврите Искор 6 миллионов. Внизу было написано в сентябре 1941-1966 год. 25 лет. На митинге тогда появился Виктор Некрасов. Он уже написал о Бабьем Яре. Сама акция прошла спокойно. Власти, видимо, просто растерялись. И тогда Диаман со своими друзьями решил организовать уже настоящий митинг. Именно в дату начала расстрела. 29 сентября. И у них снова получилось. На этот раз акция вышла куда более многолюдной. Несколько тысяч человек. Именно этот митинг вошел в историю как первый в память о трагедии Бабьего Яра. И снова власти бездействовали, пораженные таким упорством. Транспарант, вывешенный там, провисел 4 дня. Немыслимое для Советского Союза событие. О своих мотивах Эммануил говорит просто. О существовании Бабьего Яра знали. Но я же говорю, с начала 50-х Бабий Яр из общественного сознания, из общественного упоминания был вычеркнут. Не существовало. А мотивы – оскорбленное национальное достоинство. Могилы твоих родственников разграблены, растоптаны, размыты. Я не знаю как. Виктор Некрасов за свое участие в тех митингах поплатился карьерой писателя. Диаманта в конце концов тоже вынудили уехать. В 72-м он перебрался в Израиль. Много лет работал в области ядерной физики. Но как общественный деятель продолжал заниматься историей Бабьего Яра. У него накопился гигантский архив, документы, свидетельства, снимки. Он посвятил жизнь возрождению памяти о десятках тысяч жертв той трагедии. А эту работу посвятил своему народу, который на пустом месте создал новую страну и больше никому не позволил оскорблять свое национальное достоинство. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканал «Интер». Тонны биологических отходов обнаружили активисты во Львовской области. В Жолковском районе они нашли сразу несколько нелегальных скотомогильников. По данным общественников, это дело рук местных бизнесменов. Мелкие хозяйства не ведут учет скота, поэтому останки не сдают на утилизацию. Вместо этого просто закапывают их в лесах или вовсе сбрасывают на обочины. В результате проблемы со здоровьем у местных жителей. Мы имеем такие, наибольшие экологические, очень большие скотомогильники. Забрудняют и водоносные системы, этим забрудняют повитие. Люди собирают сейчас грибы, ягоды, пьют эту воду, появляются разные инфекционные хворобы. Следить за соблюдением экологических норм скоро будет новый орган. Нынешняя госэкоинспекция на стадии реформирования. Будет ли служба, которая придет ей на смену более эффективной? Предложения активистов слушали наши корреспонденты. Уже больше года в правительстве говорят о реформе экологической инспекции. Концепция есть, результата пока нет. Общественники предлагают к админу разные варианты. По их словам, коррупция одна из главных проблем. При этом проконтролировать работу инспекторов довольно сложно. Активисты обещают, что до конца года запустят новую электронную платформу «Открытая окружающая среда». Она позволит любому желающему мониторить экологическую обстановку в стране. На этой платформе были данные и по воде, и по воздуху, и по биорезнаменитию, и по лесам, и по грунтам. Каждая людина, будь-яка мама, которая захочет пойти на прогулянку, например, в город Киев, у нас может зайти на эти ресурсы и посмотреть, ли сегодня идти ей лучше погулять до озера Качиного, или в Лосевский лес, где сегодня спряталась ситуация с выгодом, например, пилом. Нарушений в экологической сфере хватает. Это, например, и незаконная вырубка леса, и добыча песка, и янтарные копии. Одна из причин – неэффективная работа экоинспекторов. Служба требует кадровой перезагрузки. Новых сотрудников нужно отбирать на открытом конкурсе с независимыми экспертами. И, конечно же, значительно повысить заработные платы инспекторам. Также экоконтролеры остро нуждаются в техническом переоснащении. Ведь те же браконьеры или лесорубы, незаконно уничтожающие Карпаты, оснащены намного лучше. В результате госинспекция взыскала в 2016 году в бюджет страны чуть более 5 миллионов гривен. При этом, по подсчетам правительственной и общественной инициативы «Вместе против коррупции» нарушители нанесли ущерб государству почти в 140 раз больше. Ирина Розова, Вячеслав Фролов. Подробности – телеканал «Интер». Вынужденные каникулы в Николаевской области родители не пускают детей в школу. Протестуют противообразовательные реформы, считают ее неэффективной. Почему, знают наши корреспонденты. Одиннадцатиклассница Инна видится со своей мамой раз в неделю. Теперь она вынуждена учиться в соседнем селе и жить на съемной квартире. В этом году Инна и ее одноклассники не смогли пойти в родную ульяновскую школу. Ее реформировали. Теперь в ней можно получить только неполное среднее образование. Старшоклассникам из прилегающих сел пришлось перейти в Сухо-Илановскую опорную школу. Но добраться туда практически невозможно. Поэтому многие родители отправили детей в другие учебные заведения. Кто за межи поехал в область? Кременчуг. Кто пошел в Миколаев навчаться? Кто на Одессу? Ну, у кого какие возможности были? Мы, например, в Новоингульскую школу поехали. Сплошные выбоины и полное отсутствие асфальта. Это дорога в опорную школу. Родители подсчитали 24 километра и около часа пути только в одну сторону. И это при хорошей погоде. Хотя еще зимой в отделе образования обещали, что проблему решат в ближайшее время. У меня вот дети находят в 9 класс. Какая перспектива дальше? Мы не видим никакой перспективы. Мы не видим так же в опорной школе. Возмущен изменениями и педколлектив. Еще в июне учителя обратились в суд. Но иск отозвал отдел образования. Следующий подали уже родители. Он сейчас в Одесском апелляционном суде. И когда начнется рассмотрение, неизвестно. Комиссии не было. Конкурса школ не было. Громадские слухания должны были. Не было громадских слуханий. Далее. Педагогические слухания не было. Ученические слухания не было. Руководитель Новоодесского отдела образования нам пояснил. Говорить о создании Сухо-Илановского образовательного округа начали еще 6 лет назад. А в этом году решение утвердили. Только вот создать все необходимые условия не успели. От села Сухий-Еланець до Ульянюки проводился влитку ремонт. Там делали какие-то службы. Я поведомлял родителям, что из районного бюджета выделено 1 миллион 500 тысяч гривен для ремонта этой дороги. Вот как эта дорога выглядит после ремонта. Видео местные жители сняли накануне. Родители заявили, пока не отремонтируют дорогу или не отменят решение о создании образовательного округа, детей на уроки пускать не будут. Во вторник они уже пытались привлечь внимание местных депутатов, но на сессии их слушать не стали. А вот после визита журналистов дорогу начали готовить к ремонту. Мы еще вернемся к этой теме и будем следить за ходом работы. Андрей Кровец, Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности. Телеканал Интер. Николаевская область. Дом высокой культуры и быта. В Смеле скандалы за ремонт туалета на реконструкцию потратили почти 300 тысяч гривен. Но, несмотря на это, пользоваться удобствами попросту неудобно. Почему, расскажет Станислав Кухарчук. Яркие афиши и новенький фасад Смелянского дома культуры так и манят зайти внутрь. Но внутри ничего не изменилось с 90-х. Ободранные стены, аттракционы еще советского производства и мебель того же периода. Директор оправдывается, дескать, только взялись за ремонт. И начали с самого главного. Внешнего вида и уборных. Мужской и женский туалеты встречают новыми пластиковыми дверями. От блеска плитки и современной сантехники слепят глаза. Возле умывальников посетителей встречает огромное зеркало. На это город потратил более 280 тысяч гривен. Но вот посетители туалета почему-то делиться впечатлениями от ремонта не спешат. А можно сказать два слова? Нет? Монтированные в полунитазы без перегородок на фоне шикарного ремонта смотрятся нелепо. Директор дома культуры сам без сарказма смотреть на них не может. Говорит, по проекту здесь должны были быть отдельные кабинки и также отопление. Гурсовет согласовал выделение на ремонт почти 400 тысяч гривен. Но буквально в тот же день забрал из этой суммы 87 тысяч на более насущные потребности. Деньги забрали для пандуса и накрытия над ним в городской библиотеке. Решение Гурсовет утвердил в апреле. Бюджетная комиссия, которая вынесла его на голосование, давно распущена. А ее бывший председатель уже и не помнит, на что перераспределяли деньги. Но уверяет, что во время голосования точно воздержался. От такого решения в шоке не только посетители уборной, но и общественность. Маина Кулык занимается проблемой беспрепятственного доступа в общественные места людей с инвалидностью. Говорит, этот туалет просто унижает человеческое достоинство. Смелянской мэрии обещают исправить ситуацию и дофинансировать проект. Правда, из-за необходимости тендерных процедур это может произойти только через месяц-два. Закрыть туалет сейчас Дом культуры не может. Ведь почти каждый день там проходят концерты и в кружках занимается до двух сотен детей. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности телеканал Интер, Черкасская область. Животные не развлечением. Эта фраза звучала сегодня во многих городах Украины. По всей стране прошли марши за право животных. Сотни активистов вышли на улицу вместе со своими домашними любимцами. Наши корреспонденты расскажут подробности. На площади в центре Ивана Франковска собрались больше сотни неравнодушных людей. Заряна пришла сюда со своей любимицей Бонни. Говорит, ей не безразлична судьба животных, особенно тех, которых эксплуатируют в цирке. Свой визит туда еще в четырехлетнем возрасте с ужасом вспоминает до сих пор. Приездный цирк, не помню, откуда. И вывели на, так бы, на развагу детям, четырехмесячную, ведмежатку Ника. Использование животных ради выгоды перешло все границы допустимого, говорят зоозащитники. Они требуют запретить работу меховых ферм и притравочных станций по всей стране. Эти люди, которые одягают хутро, они не видели, в каких условиях на зверофермах утримаются тварины. Они не видели, как их убивают. Есть штучные хутро, есть много других материалов. В Ивано-Франковске марш за права животных проходит второй раз. Главная цель акции, говорят организаторы, в очередной раз обратить внимание людей на проблему. Результаты предыдущего маршу мы вместе с всеми жителями Ивано-Франковского добились обороны полностью на использование дикых тварин. Не важно, что это собака, кишка, вообще любых тварин в цирках на территории нашего города. То есть цирки, которые в будущем будут до нас приезжать, они будут без тварин. Собрались зоозащитники и в Черновцах. Десятки людей перешли на центральную площадь. Активисты призывали к бережному обращению с животными. И также поддержали Ивано-Франковских активистов, выступив против одежды из натурального меха. Мы не волосом пары! Поддержать всюукраинскую акцию защиты животных в Черкасах вышли более сотни человек. Горожане взяли на марш своих питомцев, в основном тех, которых спасли сами или забрали из приютов. Такие же марши провели еще в 20 городах страны. Богдан Журавель, Жанна Дучак, Ольга Паломарюк, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Праздник урожая. Слобожанскую ярмарку устроили в Харькове. Свою продукцию презентовали более семи сотен предпринимателей. Чем удивили горожан? Видели наши корреспонденты. Слобожанская ярмарка проходит уже 15-й год подряд. На этот раз дары осени представили 27 районов Харьковской области. Каждый участник хвастается своим урожаем. Рек был очень непростым в плане погодных условий. И нам только, благодаря Богу, грех жалится. Мы получили прекрасный урожай ранних зерновых. Мы получили прекрасный урожай солнечников. То есть у нас есть прекрасный урожай винограда, яблок. На праздник урожая приехали и европейские гости. Глава области Юлия Светличная уверена, их есть чем удивить. Мы имеем и очень непоганые урожаи сельхозкультур и овочев. Поэтому будем обеспечены всем необходимым. И, конечно, будем развивать аграрную сферу. Ведь и урядом проводятся сегодня разные механизмы для того, чтобы стимулировать агробизнес, для того, чтобы стимулировать тваринство. Я думаю, что именно такие хорошие стимули, которые дают возможность укреплять и поддерживать выработка. С каждым годом число участников ярмарки увеличивается. Свою продукцию привезли семь сотен производителей. Мы предлагаем своим покупателю на сегодняшний момент маточное молочко, орешки, залитые в меде, пыльца, ферга, прополис, соты, забрус, медовуха, наливки, глинтвейны, настойки. А еще на прилавках мяса, сало, яйца, овощи и фрукты цены от производителя гостей ярмарки с пустыми руками не уходят. Очень вкусное мясо везде, шашлык и очень колоритные, конечно, девчонки, красивые в нарядах. Все очень празднично и весело. Это такое нечастое, и нам очень все понравилось. Спасибо. Будете запасаться чем-то? Обязательно. Кофе уже купили, яблоко купим и, естественно, мясо. Аграрии старались удивить не только изобилием продукции, но и своими прилавками. Их украшали и живыми цветами, и, собственно, урожаем. Полина Спасенко, Елена Миндалюк, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. В Болграде, Одесской области торжественно осветили Спасо-Преображенский собор. Шесть лет назад этот храм пострадал от пожара. Долгое время здесь велась реконструкция, и вот, наконец, он снова принял прихожан. На церемонию прибыли высокие гости. Патриарх Александрийский, всея Африки Феодора, и митрополит Киевский, всея Украины Ануфрий. Они и провели торжественную службу и литургию. Посмотреть на освящение приехали верующие со всего региона. В завершение церемонии блаженнейший митрополит Ануфрий наградил орденами нескольких депутатов за заслуги перед УПЦ. Орден святого равноапостольного князя Владимира получил и представитель оппозиционного блока. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы хранили чистоту святой православной веры. Чистота веры – это истот гарант наш или та надежда наша, которая дает человеку возможность достигнуть спасения в любое время своей земной жизни. Для меня полученные награды – это огромная честь и огромная ответственность и желание работать на благо людей, на благо церкви. Я буду стараться оправдать оказанное мне высокое доверие блаженнейшим митрополитам всей Украины Ануфри. До 16-ти и младше в столице подростки работают машинистами поездов, проводниками и операторами станций. И хотя железная дорога детская, профессии здесь осваивают по-настоящему, как это происходит, узнали мои коллеги. Пусть свободен, сняли по маршруту. Юрий 17-ти, уже третий год парень работает машинистом поезда на Киевской детской железной дороге. Десятки пассажиров доверяют ему своей жизни, ведь состав проходит сложные участки, даже на высоте 20 метров от земли. Машинист-локомотив – одна из самых ответственных профессий на железной дороге. Преследование по перегону, вот преследование состава, должен наблюдать за температурой воды, масла, за показанием сигналов, за положением стрелок, за состоянием верхнего строения пути. Железнодорожником Юра стал в шестом классе. Теперь не представляет своей жизни без поездов. В его команде – второй машинист и два помощника. В свои 14-15 лет парни уже освоили профессию. И поезд ведут сами, ходя под присмотром опытных наставников. Они готовятся целую зиму, для того, чтобы водить. Учатся и сдают экзамены, и проводят поезда так, как на уровне взрослых, под нашим контролем. Кружок железнодорожников очень популярен, ведь обучение бесплатное. Ребята приезжают даже из соседних регионов. Во время учебного года осваивают теорию, а летом приступают к практике. В своем роде это, так сказать, можно даже экстремально, потому что маленькие дети могут выбежать на рейсы, но поэтому мы очень бдительны и можем принять меры с остановки в любую секунду. Основной курс длится три года. Потом ребята поступают в техникум и университеты. Некоторые продолжают династию железнодорожников. Бабушка Андрея всю жизнь проработала дежурной по станции. Сам мальчик пришел на детскую железную дорогу в 10 лет. Сегодня он оператор станции. Не на камеру взрослые говорят, с ценными кадрами на взрослой Укрзалезнице проблема. Поэтому такие кружки это не только развлечение, но и важный этап развития целой отрасли. Мы сегодня отновляем инфраструктуру. Вот поменяли новый пристрой СЦБ, радиозвязку, громкоговорящего повещения, учномовного повещения. В соответствии, сейчас на станции Яблонька у нас будет реконструкция вокзала. Поезд в последний раз прокатил юных пассажиров в этом сезоне. Уже завтра на детской железной дороге начнется новый учебный год. Богдан Вербицкий, Наталья Шумакова. Подробности телеканал Интер. Кому признался в любви Дональд Трамп? Какой подарок сделал Ким Чен Ин президенту Южной Кореи? И сколько стоит тыква, вес которой больше тонны? Об этом и не только далее в нашем обзоре. Дональд Трамп сделал неожиданное заявление и признался в любви к северокорейскому лидеру Ким Чен Ин. Президент США говорит, после обмена письмами и встречи в Сингапуре они влюбились друг в друга. Трамп считает вполне нормальным, что лидеры двух стран нравятся друг другу. И критикуют оппонентов, обвиняющих его в том, что он жертвует интересами США. Мирная лапа пожатия. Ким Чен Ин подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак. Щенков редкой породы пхунсан, выведенных в Северной Корее, передали через демилитаризированную зону. Животные будут жить в резиденции президента Южной Кореи. Такой подарок Ким Чен Ин сделал по случаю успешных переговоров с лидером Южной Кореи. К Японии приближается мощный тайфун Трами. Разрушительная стихия уже обрушилась на остров Окинава. Порывы ветра вырвали с корнями деревья, обесточены десятки населенных пунктов. Сообщается о 22 пострадавших. Из-за стихии отменены почти 250 авиарейсов. Местные власти просят жителей без необходимости не покидать свои дома. В Индонезии дрон заснял последствия разрушительного землетрясения и цунами, обрушившегося на остров Сулавеси. Спасательные службы отметили, территория, пострадавшая от стихии, оказалась больше, чем предполагалось вначале. Многие люди находятся под обломками зданий. На данный момент известно, что погибло более 800 человек. Еще несколько тысяч получили ранения. Три человека пропали без вести в результате сильного урагана, который обрушился на Грецию. Медикан или гибридная буря принесла с собой мощные ливни и порывы ветра. В результате обесточены несколько населенных пунктов. В Атике и в некоторых других районах Южной и Юго-Восточной Греции приостановлены занятия в школах и объявлен режим чрезвычайного положения. Житель Нью-Гэмпшера Стив Гэдес вырастил тыкву весом 1146 килограммов. Она принесла победителю первое место на ярмарке и 6 тысяч долларов. По данным международной организации, которая регистрирует рекордные тыквы, выращенная Гэдесом всего лишь на 76 килограммов легче мирового достижения. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.